Школьное образование дает базовые знания по основным предметам. Для тех же ребят, кто хочет углубить или расширить свои знания в той или иной области, работает система дополнительного образования. В нашем районе созданы все условия для того, чтобы каждый школьник мог реализовать себя, раскрыть свои таланты как в творчестве, так и в научной деятельности. Ребята, увлеченные наукой, исследованием окружающего мира, посещают станцию юных натуралистов. Там они узнают о многообразии живой природы, проникают в суть природных явлений и, что самое главное, учатся бережно относиться к окружающему миру. Занятия проводят увлеченные творческие педагоги. Один из них – победитель краевого конкурса профессионального мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Естественно-научная» Николай Додонов. Основные наши принципы – это защита природы, оберегание, способы ее восстановления. Без них этих шагов очень сложно человечеству дальше существовать. Я сейчас, изучая мир и новостные сводки, читая, что много чего, значит, трагедии могли просто избежать, даже пройдя небольшую юнацкую школу в малом возрасте. А даже простых методов гигиены и к чему они приводят. Часто даже по гигиене у нас опыты мы часто делаем в чашках Петри. Мы выращиваем бактерии, которые бывают на руках. И дети воочию увидят, что же будет, если не мыть руки. Просто на элементарных примерах. Каждый урок – это маленькое путешествие в таинственный и прекрасный мир живой природы. Кроме теории, на занятиях большое количество времени уделяется практике. Ребята проводят различные опыты и эксперименты, что наглядно демонстрирует все процессы, происходящие в окружающем мире. Мы изучали почву и узнали, что в почве есть воздух, еще там есть перегной и следили это под микроскопом. Часть урока обязательно посвящена общению с животными, которые живут на станции юных натуралистов. Ребятам рассказывают о том, как правильно за ними ухаживать, чем кормить. Особенно юнатам нравится выгуливать своих питомцев на школьном дворе. У многих ребят даже появились свои любимчики, которым они дают имена и окружают особой заботой. Эта Мила у нас новенькая, она морская свинка. Она меня очень сильно любит. И она очень шустрая. Любит пушистую травку. Меня она больше всего любит, потому что я с самого первого дня, как она появилась, выгуливала ее. Она у нас такая редкая, можно сказать, потому что все морские свинки одного цвета, она такая черненькая, миленькая. Да, как мы ее назвали, но вообще имя я придумала Мила. Такие уроки общения с живой природой учат ребят доброте, ценить и беречь окружающий мир. А полученные здесь знания не надо заучивать. То, что интересно ребенку, он обязательно сам запомнит на всю жизнь. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».